Всем привет! С вами по нашей новой традиции Я и уроки турецкого. Сегодня мы будем выяснять, почему может происходить выпадение гласных. Такое явление, как выпадение гласное, может происходить, если слово состоит из двух слогов и во втором слоге есть буквы И, И, У или Ы. А также аффикс, который мы присоединяем, начинается с гласной. На примере слова город ШЕХИР. Два слога ШЕ и ХИР. И если мы присоединим аффикс принадлежности и захотим сказать мой город, то это уже будет не ШЕХИРИМ, а ШЕХРИМ. Правильный вариант. Аналогично идея ФИКИШ. Моя идея ФИКРИМ. СЫН ОУЛ. МОЙ СЫН ОУЛУМ. Или, например, ИСИМ. ИМЯ. МОЕ ИМЯ. ИСМИМ. ИСМИМ. Также в некоторых словах выпадение гласных может и не произойти. Например, слово ОКУЛ. ОКУЛУМ ЭВЕ ЧОК ЯКЫН. МОЯ ШКОЛА очень близко к дому находится. Или, например, слово ОЮН. ИГРА. МОИ ДЕТИ ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ ЭТУ ИГРУ. ВЫПАДЕНИЕ ГЛАСНОЕ НЕ ПРОИЗОШЛО. Также на примере имени собственного. Например, ОМЮР. БАН БУГИН ОМЮРУ АРАДЭМ. Я СЕГОДНЯ ЗВОНИЛО ОМЮРУ. А также выпадение гласных может происходить, если мы имеем дело с составным словом. Чаще, когда слово образовано при помощи глаголов ЭТМЕК или ОЛМАК. А также очень часто, когда слово арабского происхождения. Например, САБЫР. ТЕРПЕНИЕ. САБРЕТМЕК. ТЕРПЕТЬ. ЭМИРШ. ЭТО ПРИКАЗ. ЭМРЕТМЕК. ПРИКАЗЫВАТЬ. КАИБ. ПОТЕРЯ. КАЙБОУМАК. ТЕРЯТСЯ. КЕШИФ. ЭТО ИССЛЕДОВАНИЕ. КЕШФЕТМЕК. ИССЛЕДОВАТЬ. КАИД. РЕГИСТРАЦИЯ. КАЙДЕТМЕК. РЕГИСТРИРОВАТЬ. И рассмотрим на примере составных слов. Вы знали, что слово ДжУМАРТИСИ, СУБОТА, по сути, образовано из двух слов. Это ДжУМА, ПЯТНИЦА, и ЭРТИСИ, следующие. Просто произошло выпадение гласных, и мы получили новое слово. Точно так же, как и КАХВАЛТЕ. состоит из двух слов, по сути, КАХВЕ и АЛТЕ. Жители Турции очень любят пить после завтрака турецкий кофе, особенно после воскресного. Поэтому КАХВАЛТЕ – это завтрак, нечто, что употребляется до кофе. Поэтому так и получилось. Также при слиянии слов НЕ и ИЧИН в разговорной речи мы часто слышим слово НИЧИН. Зачем? Я надеюсь, что ваш турецкий улучшается вместе с нами. Помните, что выпадение гласные – абсолютно нормальное явление. И по мере того, как вы будете практиковаться в турецком языке, вы уже запомните, в каких словах она выпадает, а в каких нет. Я прощаюсь с вами до следующего урока. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Всего вам доброго!